приветствую вас 3d энтузиасты продолжаем изучение программы мой 3d сегодня я покажу вам вот эту панельку edit view и select и давайте начнем с того что перейдем вид сверху нарисуем пару линий начнем с инструмента join он позволяет нам объединить несколько элементов в один инструмент join позволяет нам объединить несколько кривых в одну также ее мы можем разделить разделяются она по точкам вот и как вы видите теперь это две отдельные кривые переходим дальше инструмент trim позволяет нам обрезать кривые мы выбираем объект который мы хотим затримить можно поставить trim points так называемые точки среза конкретные например вот здесь и выбрать что мы хотим удалить или оставить давайте удалим эту часть trim а выбираем объект добавляем точку точку пересечения ok и дан и теперь эти кривые мы можем объединить или разъединить дальше инструмент extend он нам позволяет удлинить кривую выбираем кривую которую мы хотим удлинить выбираем граничащий объект нажимаем дан кривая удлинена дальше инструмент show points позволяет нам показывать point и как видите эта кривая имеет только две точки давайте попробуем добавить точку с помощью инструмента добавить точку теперь мы можем манипулировать этой кривой дальше инструмент копия позволяет нам копировать вуфер обмена и также есть инструмент вставить дальше инструмент hide он позволяет нам спрятать объекты которые нам не нужны и вернуться к ним выбираем объекты которые мы хотим спрятать нажимаем кнопочку hide и они исчезли чтобы потом их вернуть опять нажимаем кнопочку hide и они вернулись дальше инструмент log он позволяет нам заблокировать объект от дальнейшего редактирования выбираем объект нажимаем лог он становится серым мы не можем его больше редактировать однако как видим все его точки сохранены поэтому мы можем их использовать дальше дальше инструмент history давайте я приведу небольшой пример сейчас мы используем мера зеркало отразим и как видите мы теперь можем манипулировать обеими объектами от зеркаленным и оригинальным теперь нажмем на кнопку history выбираем объекты и когда мы закончили с редактированием мы можем нажать disable update и теперь как видите мы не можем манипулировать ими по зеркалу дальше переходим к панели инструмента view для этого лучше перейти split view инструмент reset all позволяет нам обновить все виды проекций нажимаем и как видим теперь мы увидим всю сцену инструмент image позволяет нам добавить изображение какое-либо дальше манипулирование с панелью инструмента image как видите можно добавить изображение можно его удалить можно его выровнять спрятать можно указать конкретное расположение файла и reload image дальше инструмент draw позволяет нам рисовать картинку либо позади всего либо совместно с объектами либо всегда впереди всех объектов дальше показывать в всех видах либо в ортографических то есть вот в этих трех дальше прозрачность можем указать процентах c plane эта команда которая позволяет изменить координатные оси сцены с указанием их начала и направления нажимаем на c plane нужно выбрать пивот выбираем пивот выбираем направление осей окей и дан этот инструмент очень полезен особенно когда нужно редактировать какую-то определенную грань дальше панель инструментов select команда select all позволяет нам выбрать все объекты в сцене команда deselect all позволяет нам отменить выбор всех объектов сцене команда invert позволяет нам инвертировать выделенное